В Нью-Йорке во время гастролей Большого театра остался выдающийся советский танцовщик Александр Годунов. Трое суток внимание всего мира было приковано к Нью-Йоркскому аэропорту, где на взлётном поле стоял самолёт Аэрофлот. Там у иллюминатора сидела балерина, жена Годунова. Вся Америка уговаривала её остаться, но она вернулась в Москву. Людмила Власова. Вы любите, когда вас называют Мила? Да, очень. Мила, давайте попробуем включить машину времени и вернуться в этот аэропорт. Наверное, вы всё-таки не одна были в самолёте, там были ещё какие-то люди. Нет, конечно, не одна я была в самолёте. Я очень вспоминаю пассажиров. Правда, все три дня, которые я сидела в самолёте, я сидела в первом салоне, а второй салон, огромный салон, был наполнен нашими туристами. Вернее, тогда не туристами, это те, кто летел в Канаду, кто улетал к своим родственникам, ещё куда-то. Но им меня не показывали. Они только слышали. У кого-то был радиоприёмничек, они слышали вот обо мне. И только когда, в конце концов, на третьи сутки завершились эти переговоры, я сказала своё последнее «нет», что я возвращаюсь в Москву. И первое, когда самолёт взлетел, я пошла к ним. Потому что я знаю, что трое суток им предлагали перейти в другой самолёт, улететь на другом рейсе. Но они отказывались. Они трое суток сидели. Они ждали меня. Американцы реально пытались уговорить вас, да? Реально. Причём у меня никакой на них нет обида. Они так великолепно ко мне относились. Они такой экскорт выстроили под самолётом. Когда выходил Григорович Юрий Николаевич, наш известный, ну, среднее поколение его знает, балетмейстер, великолепный, он каждый день приходил ко мне, он открывал спектакль и возвращался ко мне. Он говорит, мило, что там творится? Там стоит, говорит, экскорт из, ну, ФБР это, по-моему, называлось. Все, говорит, на подбор. Молодые, говорит, красивые. Все стоят, охраняют. Хелло, Юрий ему всё время говорит. Привет, Людмиле, передай. И даже вот я сидела в первом салоне, два сотрудника наших стояли, вот занавесочка, да, первое сидение. И два сотрудника американских. Американцы, два американца. То есть по ту сторону занавески, но я их видела, они заглядывали, мы разговаривали. Причём наши, я их помню даже, один был блондин, другой был брюнет, такие красивые, высокие, два молодых человека. Они трое суток стояли, не спали. У них только вот, знаете, когда в глазах вот вена лопается, а те, чтобы были свежие, менялись через три часа. Они следили за тем, чтобы вас... Да, чтобы вдруг что-то со мной сделают. Ну да, какое-то давление. И, то есть проход был, пожалуйста, то есть я сидела, знаете, как вот бывает первый салон и второй салон, ну, то есть два первых салона. Вот они были в том салоне. И я могла сделать шаг, выйти и пройти через эту кишку, где стояла, то есть меня приняли, пожалуйста. То есть вас бы не пытались наши уговорить, там, КГБ, вы советский человек. А наши сидели, консул и двое работников сидели со мной всё время. И Григородич, который приходил, уходил. То есть эти три дня, по сути дела, были не вашими мучениями, а обстоятельствами внешними. Да, внешними. Я знаю, что тогда был Картер президент, а наш президент был Брежнев. Ой, извиняюсь, он не президент был, да. Начальник. Как тогда генеральный, да, секретарь. Я знаю, что они созванивались друг с другом. И первый раз, когда вырвались, вернее, я вошла в самолёт, и уже закрывались двери. И вдруг страшный шум. И вырываются корреспонденты, журналисты американские. И когда они мне стали задавать вопросы, и кто-то, и консул, я не помню, кто-то из работников нашего посольства, попытался за меня ответить. Я сказала, так, с этого момента говорю я одна. Потому что балерины, у балерины, не только в ногах, но вообще-то она тоже думает ещё и головой. И поэтому я сделала этот выбор. И говорю только я. Они, да-да, пожалуйста, Людмила. В первый же момент. Первое, вот буквально, открылись двери. Они сказали, да, Людмила, всё. После этого они не сказали ни слова. Они сидели три дня в самолёте, но говорила только я. Посмотрите, я сейчас сформулирую это, да, в одно предложение. А Саша сидел трое суток в аэропорте. Просто извините, я вас передаю. Это вы потом узнали, да? Нет. Я догадалась. Мы когда сидели с Юрием Николаевичем, я видела, то есть я сидела с правой стороны, ну вот по ходу самолёта, вот самолёт. Я сидела с правой стороны. С левой стороны я видела массу людей, свободу Людмилы Власовой, массу народу. А с правой стороны было пустое поле. И вдруг через несколько часов подъехал такой, ну как это называется, арафик, такой небольшой автобусик. И я говорю, как-то странно, вот стоит автобус, всё время стоит. На какое-то вот время он буквально уезжал, на какое-то время и появлялся. Я говорю, мне кажется, что это Саша. Он говорит, Юрий Николаевич говорит, мне тоже кажется. И потом я узнала, что трое суток сидел Саша. А вот эти три дня, ну неужто ни разу, вот вы сидите у иллюминатора, неужто ни разу не пришла мысль, а может всё-таки остаться? Ни разу. Значит, вы между Родиной и мужем выбрали Родину? Это вот так вот называется? Пускай будет это слово высокое. Родина, театр, друзья. Ну, понимаете, не смогла бы я там жить. Это я абсолютно точно знаю. Правда, это непонятно. Вот прошло 20 лет. Мне кажется, что сейчас меня могут понять люди. Тогда мне просто говорили, не близкие друзья, что я предала мужа. Я предала любовь. И ни разу потом, когда он звонил вам в Москву, и вы наверняка плакали по ночам в подушку. Рыдала, рыдала. Вы ни разу не пожалели? Нет, не пожалела. Потому что, вы знаете, мама, которая мне бы не сказала бы ни слова. Я думаю, что она потихоньку бы увяла бы здесь. Но я не могу свое счастье построить на несчастье других. Хотя я прекрасно знаю, что Саша без меня там был несчастлив. Знаю. Вообще, Никита, наверное, надо быть женщиной, да, для того, чтобы почувствовать это. Потому что мужику все-таки сложно разобраться, да, в женской душе, в такую минуту выбора. Вы знаете, мы тут сидим и слушаем разговоры в публике. Разные мнения. Вот. В связи с тем, что вы рассказываете. Я ни в коем мере, там, не берусь, там, судите. А свое мнение, мне кажется, что, опять же, самое главное, мне кажется, самое ценное, вот в том, что вы рассказываете, что это был ваш выбор. И, а действительно, в тайне этого выбора нам, конечно, не разобраться. Наверное, это так и останется с вами вот эти три дня, эти ваши переживания. Но это ваш выбор, вы его сделали, и, безусловно, как бы, достойно. Уважение. Прошло 20 лет, и, в общем, все получилось. А что такое все получилось? Ну, это значит, что вы сумели реализовать себя как артистка, да? Вы встретили человека, с которым вы сейчас рядом. Я практически себя реализовала как артистка уже давно, очень. До Саши, до встречи с Сашей. И поэтому мне уже не надо было себя реализовывать. Мое, ну, как бы, уже, мое творчество, скажем так, шло к закату. А потом уже началось у меня то, что я не подозревала, педагогика. То есть я стала работать сначала в художественной гимнастике, потом... Сейчас я себя нашла в фигурном катании. И очень, по-моему, неплохо нашла. Ну, и личная жизнь тоже, в общем, как-то... Да, сложилась у меня личная жизнь. Конечно, не сразу. Конечно, сначала я вообще никого не хотела видеть. Я не входила из дома. Я жила у мамы. Жила как в заперти. Ну, не... Я сама себя закрывала. Естественно, никто-то меня закрывал. Это очень сложно. Это можно говорить долго. Кому-то меня не понять. История осталась просто таким шрамом, который вот есть... Конечно, он будет на всю жизнь. На всю жизнь. И он будет на всю жизнь. И вы знаете, мы с Сашей разговаривали очень много по телефону. И... Не странно... Может быть, странно понять сейчас тем людям, которые не понимают меня. Он знал очень хорошо меня. И он говорит, я тебя понимаю. Ты меня прости. Потому что его поступок был спонтанный. Поэтому я говорю, кто-то меня называл, что я должна была пойти за мужем. А те, кто люди меня знали близко... Кто тут может быть судьей? Никто. Никто не имеет права. Он простил вас? Ну, скорее, он просил, наверное, у меня прощения. Вы простили его? Я... Я... Мне даже не надо было его прощать. Потому что я примерно понимаю, в какую он попал ситуацию. Даже до точности, может быть, знаю, в какую он попал ситуацию. Дай Бог всем нам поменьше таких шрамов на сердце. Вам особенно. Спасибо вам большое за рассказ. Спасибо. Спасибо.